Этому парню точно конец, но акула боится лайков, поэтому успейте поставить лайк за 3 секунды, чтобы спасти парня. Считаю. Раз, два, три. Привет, друзья, с вами Илюша. Нам надо срочно помочь этому пареньку, ведь он один в океане. И для этого давайте мы сейчас, конечно же, соберем вот такие досочки, чтобы из них соорудить небольшой плод. Ну, теперь это уже на самом деле другое дело, потому что мы хотя бы в безопасности. Но на одном квадратном метре плота мы останавливаться не будем. Все-таки места хочется побольше, поэтому мы сейчас вместе с вами отстраиваем плод уже аж на целых 4 блока. Ну и для этого нам, естественно, нужно много и много наших досочек. Посмотрите, по пятерочке мы вместе с вами собираем, и в итоге все, у нас уже имеется более-менее неплохой такой плод. Дальше игрушечка нам подсказывает уже построить палатку. Для этого нам надо набрать 12 досок. Плывем, конечно же, за досочками, но и, естественно, отстраиваем до конца нашу палатку. Остается совсем чуть-чуть, и в итоге, ничего себе, наша палатка добавляет нам плюс 2 вместимости к нашему хранилищу. То есть, если раньше мы лутали по 5 дощечек, то теперь сразу же по 7. Вот как раз-таки можно, ребятоньки, это проверить. 7 из 7. Это вообще, друзья, замечательно. Кстати, у нас уже имеется дополнительный вот такой кусочек, где нам надо построить вот такую пальму. Ха, ничего себе, для этого нам надо аж целых 25 досок. Это, конечно, очень и очень даже много, но мне нравится то, что у нас вокруг тоже очень и очень много дощечек. Сейчас их насобираем и, естественно, отстроим пальму. Вот мне как раз-таки осталась уже одна дощечка. Ну и видим то, что да, у нас действительно появилась, ребятоньки, пальма. И, скорее всего, с нее мы будем получать дополнительные доски, либо же еду. О, смотрите, она как раз-таки у меня созрела. И что мы получаем? Да, друзья, мы получаем халявные доски. Только единственное, эту пальму надо еще поливать. Но пока что я, честно говоря, даже не знаю, чем. Я думаю, мы сейчас как раз-таки отстроим вот этот квадратик и, скорее всего, поймем, чем же нам надо будет поливать нашу вот эту пальмочку. Пока что я расширил наш плод до такого состояния. Ну и у нас, ребятоньки, появился еще один прикольный инструмент. Нам надо построить какое-то водяное колесо. Как раз-таки, скорее всего, из него мы и будем получать нашу водичку. Ну да, смотрите, друзья, как раз-таки у нас появился параметр воды. Только единственное, надо еще ее и заработать. А именно вот таким, ребятоньки, способом. Немножко побегали и, в итоге, полили нашу пальмочку. Ну, слушайте, потихонечку наш плод расширяется и расширяется. И, кстати, забыл сказать самое главное. Ради чего мы вообще все это делаем? Наша задача доплыть до какого-то острова. И вот, смотрите, мы уже отстроили, по сути, наш плод на 12 единиц. Когда мы сделаем у него уже аж на целых 43 штуки, то мы вместе с вами, по сути, должны приплыть до того самого острова. Ну, а пока что, мне сейчас, ребятоньки, надо срочно полить нашу вот эту пальмочку, чтобы еще побольше лутать, естественно, денежек. Но пока что задача у нас простая. Мы потихонечку расширяем наш плод. Ну и, естественно, помимо этого, делаем либо пальмы, либо вот такие прикольные водяные мельницы. Так, и что же у нас здесь-то будет? Ага, тут пока что тоже расширяемся. Ну что же, друзья, хочу представить вашему вниманию мой плод. Он уже выглядит вот таким образом. На самом деле, очень и очень даже широкий. И тут у нас, наконец-таки, появилось еще одно дополнительное новое задание. Это построить вот такую скамейку, либо же что-то в этом духе. Ну ладно, я уже, в принципе, 8 штучек уже, ребятоньки, лутал. Давайте мы, наверное, еще посрубаем наши пальмы, потому что они очень и очень даже быстро и много дают качественного дерева. И вот, смотрите, по сути, нам осталось-то реально совсем чуть-чуть. Делаем раз за ход и, блин, капец, серьезно? Мне не хватило, ребятоньки, буквально одной досочки. Но сейчас мы ее быстренько, конечно же, налутаем. И, естественно, делаем вот такую штучку. Что это вообще такое? Кстати, к нам приплыл еще один выживальщик. А, и ничего себе, друзья, я, кажется, понял. Тут мы даже можем торговать с нашими вот такими прикольными друзьями-выживальщиками. И, вы это видите? Тут у нас появилась акула. А что с ней сделать? Как с ней вообще бороться? Может быть, нам надо как-то ее фигачить? А, да, смотрите, друзья, мы вместе с вами берем и копьем начинаем лутать акулу. И в итоге мы ее победили и получили даже два кусочка мяса. То есть мы даже мясо можем тут продавать? Ага, да, смотрите, друзья, можно продавать и дощечки, и мясо. Ну, слушайте, это очень и очень даже хорошо. В итоге мы уже напродавали наших вещей на 19 монеток. Единственное, я, опять-таки, друзья, не понимаю, а куда мы будем тратить эти монетки? Скорее всего, у нас в будущем должен появиться какой-нибудь магазин, либо же должен к нам подплывать торговец. Кстати, ребятоньки, мы уже тем самым временем практически половину нашего плота уже отстроили. Давайте тогда дальше, конечно же, продолжать. Тем более, у нас появилась еще одна новенькая прикольная штучка. Это постройка костра. Причем он у нас будет прямо в центре нашего плота. Давайте тогда, конечно же, лутать, опять-таки, дощечки. Благо то, что мне сразу же 20 штучек дали наши пальнички. Также еще возьму дощечки с нашего моря. Ну и, естественно, сейчас мы вместе с вами, друзья, до конца построим вот такой прикольный костер. И вот, ребятоньки, зачем нам нужны деньги? Мы с помощью них можем, наконец-таки, прокачать капасити и, естественно, скорость передвижения. Вот это да, друзья. Теперь у нас не 7, а целых 8 единичек можно сразу же лутать наших дощечек. Не, ну, в принципе, это, ребятоньки, все равно лучше, чем было до этого. И, кстати, у нас уже появилась вот такая прикольная грядка с морковками. Но она, честно говоря, очень и очень даже затратная. Для того, чтобы ее сделать, нам надо аж целых 60 бревен и 30 монеточек, представляете? То есть надо еще постараться немножечко продавать наши доски. Так, ну ладно, хорошо. Хотя бы с досками мы уже вместе с вами разобрались. Нам, по сути, остается только заработать еще денег. Давайте мы, конечно же, наверное, зафигачим акулу, потому что мы всего лишь только одну фигачили. Теперь остается все это дело продать. Мне кажется, или все-таки наши вот эти кусочки акулы намного дороже будут стоить при продаже, чем какие-нибудь обычные вот такие дощечки. Ну, давайте посмотрим, сколько нам заплатят. 13 монеточек. Я думаю, что все-таки да. Это связано с тем, что кусочки акулы стоят немножко подороже. Ну, а я предлагаю, ребятоньки, даже не вылазить с нашего плота. Просто немножечко полить, опять-таки, вот вот эти пальмы. И ждать, когда они созреют, чтобы мы их срубили и сразу же начали продавать дощечки. Естественно, начинаем их рубить и, опять-таки, ставить все на продажу. Нам, ребятоньки, осталась буквально одна монеточка, и мы вместе с вами построим вот такие прикольные морковки. Очень интересно посмотреть, что же они нам все-таки добавят. Добавляю одну монеточку, и в итоге, смотрите, мы их тоже можем выставлять на продажу. И одна у нас морковка стоит аж целых две монетки. То есть, по сути, вот такие кусочки акулы стоят у нас по одной монетке. Теперь все стало на свои места. Давайте тогда попробуем, наконец-таки, срубить морковочки. Видим то, что у меня пока что вмещается всего лишь одна. А вот и вторая как раз-таки имеется у нас. Сейчас мы их тоже продадим. И паренек, эх, капец, он успел только те предыдущие две купить, а вот эти новенькие нет. Ну ладно, ничего страшного. Все равно мы вместе с вами сейчас получим еще одного клиента. Ну и видим то, что... Стоп, погодите-ка. А это кто это у нас? Это, кажется, выживший, которого надо, ребятоньки, спасти. И чтобы это сделать, нам надо налутать аж целых 30 досок. И тогда мы сможем спасти вот эту бедную девушку. Но это, как вы понимаете, друзья, будет в следующей серии, если вы, конечно же, захотите продолжение. Ну а чтобы оно вышло побыстрее, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Если на этом ролике наберется 5000, я обязательно для вас выпущу продолжение. Ну а с вами был Леша и игрушка под названием Raft Survivors. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.